Елена Ивановна до сих пор не может прийти в себя. Ее квартиросъемщик пытался перейти границу и стать наемником в украинской армии. Он у нас на квартире проживал, согласно договору найма, на протяжении семи лет. Все соседи отзывались о нем только положительно. Но иногда бывают бытовые проблемы, жизненные неурядицы. К сожалению, вероятно, стресс сильно спровоцировал, так скажем, его поступки. Первая жена, Елена, говорит, он всегда был хорошим, добрым, любящим мужем и отцом. Когда позвонил и сообщил, что задержан, думала, розыгрыш. Он ездил утром, забрал инструменты. И в четверг вечером мы планировали пойти купить кран на кухню, смеситель и поставить этот кран. А я пришла вечером с малышом с прогулки, его уже дома не было. Для меня это вообще шок. Как оказалось, у Сергея был второй брак, который очень быстро тоже дал трещину. В апреле он собирался опять стать квартирантом Елены Ивановны. Проблемы в личной жизни и есть катализатор необдуманного поступка, считают близкие и друзья. В апреле 2022 года он через различные интернет-ресурсы выяснил порядок и возможные способы зачисления вооруженной формирования Украины, а также связывался с их представителями. 14 апреля 2022 года он в состоянии алкогольного обвинения отправился на такси в Малорицкий район, пограничную зону на государственные границы Республики Беларусь с Украиной. И пытался пересечь границу в направлении Украины, в том числе вне установленного пункта пропуска. Однако не довел свой умысел до конца, поскольку был задержан правоохранительными органами. С учетом представленных государственными обвинителями доказательств, постановлен обвинительный приговор. После провозглашения приговора последняя надежда на то, что Сергея освободят в зале суда, рухнули. Но уверенность в том, что никакого злого умысла Сергей не имел, осталась. В любом случае, мы будем его ждать дома. Его сын ждет дома. Прокурор согласен, что ситуация в личной жизни повлияла на решение обвиняемого. Но это, увы, не снимает ответственности.